Здравствуйте! В эфире Инсталайв для абитуриентов, поступающих в Институт управления экономики и финансов Казанского федерального университета. Сегодня вы узнаете о приемной кампании 2021 года и сможете задать вопросы о поступлении, особенностях образовательных программ и учебном процессе. На вопросы сегодня ответят Оксана Викторовна Полякова, заместитель директора Института по международной деятельности, и Руслан Анатольевич Улингов, ответственный по вопросам приема Института управления экономики и финансов КАФУ. Абитуриенты, напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы в инстаграм-аккаунт Казанского федерального университета. А сейчас слово предоставляю вам, и вы расскажете о поступлении в Институт в 2021 году и почему абитуриентам нужно поступать именно к вам. Спасибо большое! Прежде всего, я бы хотела поприветствовать всех абитуриентов на нашем традиционном мероприятии, которое мы проводим не впервые. И если вдруг вы еще про нас ничего не слышали, мне очень приятно сообщить, что Институт управления экономики и финансов – это один из самых крупнейших институтов в Казанском федеральном университете. Ну и, конечно же, бесспорно, мы его считаем самым лучшим институтом в Казанском федеральном университете. Если вы еще не слышали о том, кого мы готовим, то мы сегодня с радостью вам расскажем об особенностях приемной компании, о тех специальностях, которые в нашем институте реализуются. А также я надеюсь, что в конце нашего мероприятия вы будете абсолютно уверены, что эконом – это чемпион. Руслан Анатольевич, пожалуйста, вам слово. Ну, мы надеемся, что будем вам сегодня полезны, постараемся по максимуму на все ваши вопросы ответить и ждем. Лето уже настало, эпидемия отступает, ждем вас в живом формате подавать абитуриенты в Институт управления экономикой и финансов. Приветствую вас, уважаемые абитуриенты и их родители. Начнем, наверное, с наших вопросов. И первое – это что интересного, кроме самого обучения, может предложить институт? И есть ли какие-то внеурочные, неучебные точнее, кружки или секции? Конечно, образовательная деятельность является основной для института, но не только единым образованием жив человек. Повторим известный постулат. У нас большая кружковая деятельность, развернутая в институте, очень много научных кружков, творческих объединений. И мы активно принимаем участие во всех мероприятиях, которые реализует Казанский федеральный университет. Если вы чувствуете, что у вас есть какие-то таланты, то, конечно же, как только вы к нам поступите, вам нужно будет обратиться в отдел по социально-воспитательной работе. И наши кураторы обязательно найдут ту сферу деятельности, в которой вы сможете полностью раскрыть все свои способности. И окончите институт не только с дипломом экономиста-менеджера, но также прирастите свои так называемые мягкие навыки, soft skills, и станете человеком, который сможет дальше идти по жизни уверенно и быть чемпионом во всем, что он делает. Следующий вопрос, наверное, самый популярный. Расскажите, пожалуйста, как будет проходить процесс поступления в этом году, и как и куда подавать документы? Вопрос самый популярный. Я думаю, ответ на него уже созрел окончательно. Вот когда наступили непростые времена в плане приема документов, что живой уже нельзя было прийти, КФУ принимал и будет принимать документы в онлайн-формате, независимо от ситуации. То есть как можно было подавать, так и подаем. География приема в наш институт – это почти вся Россия и 27 стран зарубежных. Не все же приезжают, то есть можно поступать и онлайн. Ну и в отличие от прошлого года, мы будем ждать вас в ОНИКСе для того, чтобы вы вживую принесли ваши документы. Наконец-то мы с вами сможем увидеться, поговорить, пообщаться. Так что и онлайн, и оффлайн – все к вашим услугам. На самом деле очень удобно сделано, поэтому абитуриенты, поступайте к нам. Какие экзамены необходимо сдать для поступления на экономику и менеджмент? Итак, в принципе, тройка предметов стандартная – русский язык, математика, общество знаний – это самые популярные предметы. Они сохранились. Что изменилось в этом году? Вот именно если говорим о экономике, менеджменте, наряду это еще и госмуниципальное управление, это еще и торговое дело, это управление персоналом. Кроме общества знания появился альтернативный экзамен. Вы можете заявить еще и иностранный язык. То есть русский язык и математика – они безусловны, они обязательны. А общество знанию есть альтернатива. Английский язык. То есть вы выбираете, или даже машина выберет балл того предмета, который выше – общество или английский. То есть это вот новшество нынешнего приема, ну почти все направления, не только нашего института, но и другие, имеют вот такой вот альтернативный экзамен, что для абитуриента, конечно, является весомым, явным плюсом. Спасибо за ответ. У нас появился вопрос в инстаграм-аккаунте. Пишет мальчик. Я гражданин России, но я учусь в Азербайджане в 11 классе. Как мне поступить в ваш университет? Какие предметы и по каким факультетам? Такой общий вопрос. Итак, вы можете подать на 5 направлений, 5 вузов России, 3 направления в КФУ. То есть, если, допустим, вы подали на менеджмент только в наш КФУ, только у нас 4 будет менеджмента. Это менеджмент с выбором профилей, менеджмент предпринимательства, менеджмент очно-заочно, еще менеджмент есть в наших филиалах. Это все одно заявление. То есть выбор довольно-таки большой. Как вы можете поступать так, как вам удобно? Хотите ЕГЭ? Пожалуйста. ЕГЭ сдавать боитесь или не успели записаться? Ничего страшного, вы сдаете внутренние испытания нашего университета. То есть именно в этом году, вот я делаю именно упор, если вы в этом году шанс поступления без ЕГЭ не используете, так как абитуриенты, получившие образование за рубежом в год получения аттестата, могут поступать без ЕГЭ. На будущий год все, вам уже ЕГЭ сдавать придется. Поэтому дерзайте, поступайте, мы вас ждем. Спасибо за ответ. Ребята, задавайте свои вопросы. Так, у нас следующий вопрос. Кто такие льготники? Это абитуриенты. Льготники – это абитуриенты, которые имеют особые права. У них свой конкурс. Цифры конкурса льготников – это цифра не секрет, она уже на сайте приемной комиссии объявлена. Это абитуриенты, сироты, инвалиды, ветераны боевых действий. Они могут участвовать в особой квоте. Также могут участвовать и в общем конкурсе, это опять на выбор абитуриента. Наверное, еще один вопрос. Насколько вырастет стоимость обучения в 2021 году? В прошлом году в связи с пандемией, которая охватила весь мир, стоимость обучения не индексировалась на процент инфляции и решение правительства было зафиксировано на прежней стоимости. В этом году мы пока не знаем, какова будет стоимость обучения, но обычно ежегодная практика нам подсказывает, что корректировка происходит именно на процент инфляции. К концу мая стоимость обучения по всем образовательным программам будет зафиксирована приказом и вывешена на сайте Казанского федерального университета. Пожалуйста, внимательно следите за информацией, и к концу мая вы будете обладать полными данными, сколько, какое направление, в каком институте будет стоить. Сейчас вопрос касаемо образования. Какие есть международные и англоязычные программы в экономе? Спасибо большое. Давайте я начну с программы бакалавриата, потому что, наверное, наши абитуриенты как раз-таки это контингент, поступающий на программу бакалавриата. В Институте управления экономики и финансов реализуется одна программа на английском языке, она международная. Мы называем ее программой параллельного обучения с университетом Лондона, Лондонской школой экономики и политических наук. И обращу ваше внимание, что когда вы будете писать заявление, вам нужно в направлении менеджмент выбрать конкретный профиль. Профиль называется экономика, международный бизнес. Если на остальные профили по менеджменту профилизация происходит после второго курса обучения, то на программу, которая реализуется на английском языке, нужно изначально ставить и указывать правильный профиль. И этому есть несколько причин. Во-первых, она дороже, чем обычные программы по направлению менеджмент. А во-вторых, поскольку обучение проходит на английском языке, помимо стандартного набора, который мы требуем при поступлении, то есть это три экзамена, русский и математика, профиль, обязательно английский язык или общество знания на выбор, здесь еще обязательно собеседование, потому что мы должны быть уверены, что ваши знания достаточно для того, чтобы быть способным к обучению на данной программе. В чем заключается особенность этой программы? Помимо того, что начиная с первого курса все дисциплины читаются на английском языке, начиная со второго курса у вас есть возможность поступить в университет Лондона и, соответственно, закончить Казанский федеральный университет с двумя дипломами. Дипломом КФУ и дипломом Университета Лондона, Лондонской школы экономики и политических наук. Кстати, данный вуз в Лондоне, он по экономике, по некоторым рейтингам занимает первое место в мире, по некоторым второе после Гарварда. То есть, чтобы понимать о том, что речь идет о очень серьезном уровне обучения. Ну, поскольку, позвольте, я немножко расскажу. Часто бывают такие вопросы, а потом уже студенты, когда после эфира спрашивают, что такое параллельное обучение, это, конечно же, увеличение на академической нагрузке. То есть, если вы планируете получить два диплома, вы должны понимать, что ваш рабочий график будет чуть плотнее, чуть более интенсивнее, чем на остальных направлениях подготовки, потому что вам придется сдавать экзамен в два университета. Если в российских вузах у нас две сессии, традиционная зимняя и летняя, то в университете Лондона мы сдаем сессию один раз в год, и это где-то в мае, в конце мая. Поэтому, пожалуйста, просчитывайте свои силы. Мы, конечно же, приветствуем студентов на данной программе, потому что это необычайно престижная программа, туда высокий конкурс. И помимо того, что мы сказали о необходимости пройти собеседование, там еще есть достаточно высокий, относительно других направлений, проходной балл. То есть вам нужно набрать 180 баллов по совокупности трех экзаменов, при этом математика должна быть не меньше 60. Поэтому тоже прошу обратить внимание на данные ограничения и взвесить свои силы. Конечно же, если у вас будут вопросы, пожалуйста, пишите после эфира, мы с удовольствием ответим на них. Может быть, даже в течение эфира какие-то дополнительные вопросы появятся. Давайте я еще расскажу об одной программе, которая у нас есть. Это программа магистратуры. Она называется общий стратегический менеджмент. Это программа тоже двойных дипломов. Обучение также проходит на английском языке. И студенты, которые поступают на данную программу, имеют возможность получить два диплома. И тут два вуза у нас есть на выбор. Это немецкий университет в городе Гиссон и Аллаперанский технологический университет в Финляндии. На втором курсе студенты, которые успешно проходят отбор в этих университетах, сдают успешные языковые экзамены, получают право второй год обучаться в этих университетах и, соответственно, закончить магистратуру с двумя дипломами. Тоже очень хороший и интересный выбор для тех, кто нацелен на расширение своей международной карьеры и видит себя в будущем. Не только как специалист, работающий в Татарстане, хотя в Татарстане тоже очень высокий спрос на специалистов именно с международным профилем, но и также как человек, который планирует, может быть, работать в других регионах или даже за границей. Дорогие абитуриенты, мы сейчас узнали, как можно поступить по экзаменам. Можно ли как-то зачислиться в число студентов по итогу Олимпиад, которые проводятся в школах? Ну да, стандартно. В любой ВУЗ России можно поступить даже без ЕГЭ. То есть, допустим, есть же такие топовые Олимпиады, как СИРОС. Зачисление по итогам этой Олимпиады, оно раньше общей волны зачислений. Там же от уровня Олимпиады зависит, от профиля Олимпиады, то есть поступление без экзаменов. Есть Олимпиады из перечня Минобра, которые тоже дают право поступления без экзаменов. Кстати, мы уже вторую Олимпиаду проводим такого уровня в нашем институте. Я думаю, что перечень только будет расширяться. По поводу Олимпиад, особое внимание хотелось бы обратить на Олимпиады и конкурсы, которые дают до баллы. В апреле, вот уже апрель заканчивается, мы ждем обновления перечня конкурсов и Олимпиад, которые дают баллы дополнительные. Вы же знаете, что к ЕГЭ плюс можно до 10 баллов добрать. Так вот, за данным перечнем нужно следить. Не было, наверное, ни одного приема, в котором бы один балл не решал, поступил абитуриент или не поступил. Поэтому конкурс может вам дать до 5 баллов. Ну, еще там аттестат с отличием 5 баллов, ГТО 2 балла. Так вот, конкурсы победа 5 баллов, призерство 3 балла. И вот каждый балл может быть очень важен. Поэтому следим за советом приемной комиссии, где перечень скоро будет обновлен и объявлен. Отсюда сейчас задам вытекающий вопрос. У кого выше рейтинг при равенстве баллов? Если сумма баллов одинакова, с учетом, что у одного абитуриента равенство баллов достигается за счет доп. баллов, то его рейтинг понижается, то есть превалирует ЕГЭ. Если же у абитуриентов сумма баллов одинакова по ЕГЭ, то уже смотрим по предметам. У кого выше математика, тот и в рейтинге выше. Если математика одинаковая, то у кого выше балл по обществознанию. Если и там одинаково, то смотрим, у кого русский язык одинаков. Но, как правило, на это заканчивается. Могут ли иностранцы претендовать на бюджет? Как поступить после техникума? Иностранцы на бюджет поступают, имеют полное право. Конечно, в первую очередь, это абитуриенты из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. Они просто подают документы на бюджет, сдают экзамены и патентуют на бюджетные места наряду с абитуриентами из России. Абитуриенты из Узбекистана, Туркменистана, они тоже могут поступать на бюджет. Но тут есть некое условие, то есть они должны подтвердить, что они соотечественники. Это необходим пакет документов. Кому интересно, если вы напишите, мы вам полный перечень можем выслать, заявление необходимо будет написать и отправить в департамент внешних связей. При условии, что статус отечественника вам подтвердят, вам открывается право подавать документы на бюджет и поступать на бюджет. Ну а после техникума абитуриент имеет право сдавать ЕГЭ, имеет право ЕГЭ не сдавать. Даже если он сдал ЕГЭ, может попробовать пересдать у нас в университете. Если он получил внутренний экзамен балла выше, чем ЕГЭ, по большему баллу он и поступает. То есть любой каприз, ЕГЭ, не ЕГЭ, выбирайте сами, как вам удобнее. Ну и если поступает абитуриент из профильного заведения, допустим, Банковский колледж, то вместо общества знаний или английского языка можно сдавать экономику. Спасибо. У абитуриентов всегда есть выбор, куда поступать. То есть они выбирают несколько высших учебных заведений. А вот как у вас проходит принятие аттестатов и до какого числа можно принести оригинал? Так, оригинал можно принести, можно по почте прислать. И если раньше оригинал... Ну, давайте быть... Если быть более правильным, то не оригинал, а заявление о согласии на зачтение, так как оригинал является приложением к этому заявлению. Или же, если говорим о оригинал, то его нужно подать не позднее 6 вечера 3 августа. 5 уже выходит приказ. Вот абитуриентам этого года поступления по некоторым моментам чуть легче, по некоторым сложнее. Когда было две волны зачтения, оригинал можно было принести два раза. Как правило, первый раз для участия в первой волне, второй раз можно было переложить для участия во второй волне. В этом году немного проще. Волна только одна, то есть до 6 вечера 3 августа. До этого дня вы можете три раза передумать. Подал оригинал, подумал, передумал, переложил. Подумал, не понравился или понял, что рейтинг уже не проходной, оригинал можно третий раз переложить. Раньше такого не было. Только два раза можно было. Поэтому это в вашу пользу. Давайте уточним еще раз, сколько всего волн зачислений будет в этом году. Одна. Одна волна, и это вам, конечно, будет с одной стороны проще. Один раз подал, поступил или не поступил. С другой стороны, раньше можно было попробовать подать в другой вуз первой волной, более приоритетный. Не получилось, можно было второй волной переподать. В этом году такого нет. Только одна волна зачисления. Переходим к следующему вопросу. Как и когда выбирают профиль? Какие направления самые перспективные в экономическом институте? Наверное, экономика и менеджмент. Да, давайте я расскажу. У нас экономика и менеджмент профильные, и профилизация происходит после второго курса. И этому есть достаточно разумное обоснование. Потому что когда студенты, а точнее сказать абитуриенты, на момент поступления выбирают профиль, чаще всего они не до конца понимают, что конкретно имеется в виду под данной профилизацией. И вот чтобы избежать вот этого непонимания, мы для себя давно решили, что очень удобно делать это после второго курса, когда базовые, фундаментальные знания, как в области экономики, так и в области менеджмента у студентов будут сформированы. И тогда уже выбор происходит более осознанный. Итак, после второго курса, точнее сказать, к моменту окончания второго курса, все пишут заявление, в котором указывают, какой профиль они выбирают для дальнейшего обучения. Наши кафедры активно вовлечены в профилизацию, проводят рекламную кампанию по привлечению студентов на свои профили, рассказывают все плюсы и минусы. И студент уже сознательно выбирает тот профиль, по которому он хочет написать свою выпускную квалификационную работу и, соответственно, получить диплом. Сказать, что что-то более востребовано, что-то менее востребовано, наверное, будет не совсем корректно, потому что все очень сильно зависит от индивидуальных особенностей каждого конкретного студента. Но, конечно же, традиционно у нас пользуются на экономике популярностью бухгалтерский учет, анализ, аудит. Это очень популярное направление. И этому тоже есть разумное объяснение, потому что наши выпускники очень востребованы в консалтинге. И если вы слышали про большую четверку, то, конечно же, наш институт первый в рейтинге по трудоустройству. И каждый год мы трудоустраиваем большое количество выпускников. Если вы думаете, что вам интересны финансы, банковский сектор, пожалуйста, у нас есть другой профиль, можно выбрать его. Что касается менеджмента, там есть все, что связано, опять-таки, с вашим интересом. Если вы чувствуете, что стартап и предпринимательство это ваше, пожалуйста, если вы думаете, что вы склонны к бизнес-анализу, бизнес-аналитика это ваше, то у нас есть, конечно, и такой профиль. Поэтому ваша задача сейчас это выбрать то направление подготовки, к которому вы больше склонны. А уже дальше это наша работа и ваши старания. Выбрать то, с чем вы дальше пойдете в большую профессиональную жизнь. Можно прокомментирую. Все-таки вот у нас же есть направление, где профиль не выбирается после второго курса, а поступаем сразу. В экономике это внутренний контроль, на менеджменте это международный бизнес и предпринимательство. Тут уже сразу поступаем на профиль. Можно я еще тогда добавлю. Если вдруг у вас есть какие-то вопросы, вы не уверены, куда вы хотите пойти, поэтому мы, конечно же, со своей стороны приглашаем вас прийти к нам, как только стартует приемная кампания, поговорить с представителями кафедр, потому что эти люди будут находиться около нашего стенда и задать нужные вопросы для того, чтобы сделать правильный выбор и потом не перекладывать заявление, а уж тем более не сделать ошибку с заявлением о согласии. Руслан Анатольевич правильно заметил, в этом году у нас всего лишь одна волна зачисления, и поэтому будет надо очень внимательно подойти именно к оформлению всех документов, к тому, где вы ставите свою подпись, которая в итоге может оказаться решающей. Спасибо большое за такой развернутый ответ. И у нас следующий вопрос. Сколько бюджетных мест на экономике, менеджменте и ГИМУ? Мало. Мест у нас мало. Есть вузы в столицах России, где их в десятки раз больше, но у нас на экономике 30 всего лишь мест, на менеджменте тоже 30 мест, а на госмуниципальном управлении их только 5. К сожалению, вот ситуация такая. Соответственно, мы делаем вывод, что конкурс на бюджетные места у нас традиционно высокий, и с каждым годом, к сожалению, или к счастью, он не становится ниже, проходные баллы только увеличиваются. Предвосхищая вопрос, который может быть у наших абитуриентов, какой проходной балл может быть на данные направления, наш совет, посмотрите, пожалуйста, аналитику последних двух лет и сделайте вывод, что, скорее всего, этот балл будет еще выше. Он ни один год не понижался, он с каждым годом только растет. В прошлом году нам добавили доп. места бюджетные на экономике, да, 6 мест. И мы думаем, что баллы немного скорректируются вниз. Чем больше местный бюджет, тем может быть ниже балл. Так он вырос еще больше. Ни одного года не было бы, чтобы баллы понижались. Они только растут, поэтому смело ориентируемся на 270 баллов. Это и на экономике, и на менеджмент, и на бюджетную муниципальную управление. Такая вот ситуация, ребят, поэтому учитесь, старайтесь. И вас, наверное, интересует вопрос о жилье. И хочется узнать, как и на каких условиях предоставляется общежитие студентам? Все студенты, да. Традиционный вопрос, конечно же. Все студенты первого курса имеют право, иногородние студенты первого курса имеют право на заселение в деревню универсиады. С этого года у нас есть некоторые изменения. Студенты, которые заселяются в конкретное общежитие, заключают 4-летний контракт, что означает, что они будут проживать в данном месте проживания до конца своего обучения. Но в каждом правиле есть исключение. Понятно, что вы должны соблюдать четко все предписанные правила, существующие распорядки, не нарушать дисциплину, вести себя ответственно по отношению к себе, к своим соседям и к тому месту, где вы проживаете, потому что любое административное взыскание влечет за собой последствия в виде лишения вас этого места проживания. И от себя, наверное, можно добавить, что в деревню универсиады можно попасть на следующий год проживания, если вы будете очень активными, поэтому вливайтесь в студенческую жизнь, как сюда поступите. У нас следующий вопрос. Чем отличается целевое обучение от бюджетного? Есть ли какие-то бонусы или поощрения? И есть ли оно во всех направлениях? Целевые места, вернее, наличие целевых мест бюджетных мы узнаем, скорее всего, только 1 июня. Пока это неизвестно. И целевые места на бюджет были не каждый год. В прошлом году на экономике, на менеджменте они были. В этом году узнаем 1 июня. Да, целевые места бывают бюджетные, бывают контрактные. То есть бюджетное целевое место, если вы получили направление от какой-либо организации, ведомства, которое гарантировало вам работу, вы гарантируете отработку, ведомство вам будет стипендию платить, поощрять вашу учебу. В этом случае вы будете участвовать в конкурсе на целевое место. Как правило, конкурс довольно-таки большой. И в прошлом году проходной балл по целевому был 260 баллов. То есть целевое место – это не панацея, что целевое место получил и гарантированный бюджет. Это далеко не так. Есть целевые места контрактные. Если абитуриент договор заключает с предприятием, и условия вы уже сами обговариваете. Допустим, 50 на 50, или полностью вам оплачивают, или какую-то часть оплачивают. Это уже вы сами решаете. И обязательства тоже на ваше усмотрение. Если вы договорились с предприятием, вы должны будете дать их реквизиты, чтобы в договор это можно было внести. И по договору они вам учебу оплачивают, соответственно, вы отрабатываете. Это уже контрактный целевой прием. Про бюджет проговорил. То есть это не очень просто целевое направление получить. И даже получив, это не гарантия приема на бюджет. И имейте в виду, то, что вы отработаете, это точно. По крайней мере, за этим очень жестко отслеживают. Мы уже подали сведения, кто целевики, куда на работу устроились. То есть вы будете обязаны 3 года по профессии отработать. Сейчас, наверное, будет наш завершающий вопрос, потому что от абитуриентов пока нет вопросов. А вы можете их задать, пока у нас идет прямой эфир. Будет ли очный день открытых дверей в экономическом институте? И если нет, то как увидеть и познакомиться с институтом? Поподробнее. Да, знаете, на самом деле мы бы давно хотели провести очный день открытых дверей. Но в данном случае у нас есть определенные ограничения, которые связаны с незавершившейся пока пандемией всемирной. Поэтому как только ограничения по массовым скоплениям людей будут сняты, мы, конечно же, проведем день открытых дверей. Но что-то мне подсказывает, что в этом году мы уже вряд ли в оффлайн-формате его сможем запустить. Тем не менее, мы у себя инициировали такое мероприятие, как экскурсия по институту. Услан Анатольевич, как мы проводим ее? Мы проводим экскурсии два раза в месяц. Только нужна запись. 8-9-3-7-6-1-1-2-1-2-1-1-2-1-2. Это телефон спасения приемной комиссии нашего института. Звоните, записывайтесь, и мы по записи всегда будем рады. То есть каждый раз 25-30 человек к нам приходит. Когда народу мало, даже абитуриенты нравятся больше, спокойно можно поговорить, погулять, пообщаться. Поэтому милости просим. Мы вас ждем. Приходите. 8-93-76-112-112. Сегодня на ваши вопросы отвечали Оксана Викторовна Полякова и Руслан Анатольевич Улингов. Спасибо вам большое за такие развернутые ответы. Надеемся, что абитуриенты будут поступать именно в экономический институт. И если у них возникнут вопросы, обязательно их вам зададут. И вы им еще раз поподробнее расскажете о деятельности института. И студенческой жизни. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok